значит полтора литра горячей воды добавляем 100 грамм риса желательно круглого промытого перемешиваем и варим рис до готовности тем временем пока варится рис значит два стакана йогурта йогурт классический не сладкий можно взять мацони йогурт можно взять он продается везде в любом магазине покажу вам без рекламы не буду рекламировать вот он так и называется йогурт натуральный значит два стакана йогурта 1 желток 3 столовые ложки муки нам надо перемешать чтобы не было комочков что делаем дальше берем 150 грамм фарша у меня здесь говядина добавляем немного соли это пол чайной ложки и не полная чайная ложка черного молотого перца сюда же добавляем одну столовую ложку муки все перемешиваем фарша можно взять больше меньше это смотря сколько вам как вам понравится больше тефтелек меньше итак что делаем с мясом слегка обмазываем маслом посуду чтобы не слиплась мои руки дальше делаем кругляшки размером с фундук итак рис наш сварился теперь нам надо эту жидкость влить сюда но так как кефир холодно йогурт холодный а рис горячий чтобы не свернулась нам надо немножко подогреть йогурт берем этой водички рисовой добавляем в этот йогурт перемешиваем чтобы температура была такая же еще одну до тех пор пока йогурт хотя бы немножко не нагреется я думаю там достаточно выливаем эту жидкость сюда в рис понемножку и хорошенечко перемешиваем быстро-быстро чтобы не свернулась доводим до кипения стараемся мешать все время мешаем деревянной лопаточкой так как именно деревянная лопаточка предотвращает свертывание довели до кипения убираем с плиты сковородку добавляем кусочек масла и где-то две столовые ложки подсолнечного добавляем наши тефтельки и обжариваем когда тефтельки обжарятся добавляем столовую ложку мяты сушеной и обжариваем вместе с мятой где-то пару секунд немного чтобы мята не подгорела все дальше добавляем тефтельки вместе с мятой наш йогурт перемешиваем в конце добавляем соль соль по вкусу супчик готов смотрите какой красивый и ароматный суп очень похож на азербайджанскую довгу которую я готовила у меня есть на канале можете посмотреть но там он зеленью а этот отличается тем что здесь нет зелены кроме мяты здесь только мята сушеная вот есть два варианта классический который без тефтельки и вот с тефтельками второй вариант вы можете попробовать оба если масло добавить сразу мяту слегка обжарить и добавить сразу сюда получается классический вариант отличие от довга азербайджанская вот это блюдо этот суп он готовится намного быстрее конечно ну этот он сам по себе вкусный потому что там очень много зелени особенно когда сезон очень вкусно и этот очень вкусно этот особенно зимой хорош когда вот нет зелени турецкий вариант хорош а летом когда много зелени азербайджанский вариант хорош то есть это уже на ваш выбор можно круглый год готовить и не устал не устанете на самом деле ну а у меня все надеюсь вам все понравилось пока пока